Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о вопросе, который волнует всех гостей страны, это виза в Таиланде. Сразу отмечу, что все вопросы, связанные с оформлением или сопровождением визы для наших клиентов, мы предоставляем бесплатно. Мы уже много лет сотрудничаем с юридической компанией, которая занимается этими вопросами профессионально. Для граждан России въезд на территорию Таиланда является безвизовым. Если вы не планируете находиться в Таиланде более 30 дней, то в таком случае виза вам не нужна. По прилету вам ставится штамп, где отмечена дата заезда и дата, до которой необходимо покинуть страну. Общий период составляет 30 дней. Если говорить о самих визах, то существует несколько типов, давайте по порядку разберемся с каждым из них. Первый тип называется виза по прибытию. Для граждан некоторых стран, в том числе для граждан Украины, Казахстана, Узбекистана, по прибытию есть возможность получить эту визу, она выдается сроком на 15 дней. То есть при краткосрочной поездке в Таиланд вам нет необходимости делать визу в посольстве, ее можно получить прямо здесь по прилетам. Для этого необходим загранпаспорт, 10 тысяч бат, ну можно в эквиваленте там 300-400 долларов, и фотографии. Фотографии опять же можно сделать прямо на границе. Второй тип визы называется туристическая. Данная виза выдается сроком на 3 месяца, ее можно использовать 2 раза в году, таким образом, чтобы общий период проживания по этой визе не превышал 180 дней. Сама виза стоит порядка 2000 бат, это около 65 долларов, и оформить ее можно двумя способами. Либо через посольство Таиланда, в той стране, в которой вы проживаете, либо уже здесь, находясь на территории королевства, оформить себе виза ран. Также в Таиланде существуют визы, которые относятся к категории Нон, или не иммиграционные. Первый тип визы, который мы разберем, называется Нон-Би, он же бизнес-виза. Такой тип подойдет для людей, которые переезжают сюда для того, чтобы открыть свой собственный бизнес, либо приезжают работать по найму. Если вы приезжаете работать в какую-то компанию, то с сопровождением и оформлением всех документов, необходимых для данной визы, занимается работодатель. Если же вы приезжаете сюда и открываете бизнес самостоятельно, то в таком случае стоит обратиться к тайскому юристу. Они соберут весь пакет документов и предоставят им полный сервис. Такие визы выдаются сроком на один год с правом ежегодного продления. Следующая виза, которая относится к категории Нон, называется Нон-ИДИ, или образовательная виза. Ее получают иностранцы, которые приехали сюда на обучение в лицензированные тайские школы. Нету каких-либо возрастных ограничений, то есть по факту иностранец любого возраста может приехать и поступить в тайскую школу. Как правило, изучают либо тайский, либо другой иностранный язык и получить эту визу. Она выдается сроком на один год. И ее преимущество в сравнении, например, с туристической визой заключается в том, что продление, которое происходит каждые 90 дней, происходит в городе. То есть нет необходимости покидать каждые 90 дней Таиланд. Сама виза стоит 2900 бат, порядка 70 долларов. И дополнительно оплачивается уже стоимость обучения, но она определяется уже политикой каждой школы в отдельности. Следующая категория виз относится к классу Оу. Первая называется пенсионная. Тайская пенсионная виза дает возможность иностранцу проживать в Таиланде постоянно. Она продлевается ежегодно и для ее получения необходимо, чтобы вы были старше 50 лет и чтобы у вас на местном банке, на тайском счету было 800 тысяч бат. Это примерно 24 тысячи долларов. У нас также есть видео на YouTube-канале и на сайте о том, как открыть счет в тайском банке. Также к категории Оу относятся семейная и опекунская виза. Семейная выдается в случае, если один из супругов работает в Таиланде и имеет визу категории Нон-Би. Опекунская виза выдается родственникам, либо родителям, чьи дети проходят обучение в лицензированной тайской школе. Причем это может быть как начальное, так и высшее образование. В таком случае необходимы будут документы от учебного заведения и открыть счет в местном банке и положить туда 500 тысяч бат. Также визы с пометкой Оу получают люди, которые проходят длительное лечение в Таиланде с заявлением лечащего врача. И последний тип людей, которые могут рассчитывать на визу Оу, это те, которые заключают брак с гражданином Таиланда. Следующий тип визы называется инвестиционная. Она выдается в случае, если иностранец инвестирует в Таиланд сумму от 10 миллионов бат. Инвестировать можно либо в недвижимость, либо положить деньги на тайский счет, либо купить облигации Таиланда. Но последние два варианта не самые интересные с точки зрения инвестиций, так как доходность по ним составляет от 1 до 2,5%. В то время как по недвижимости есть проекты с гарантированной доходностью 7, 8, а то и 10% годовых. Данная виза продлевается ежегодно до тех пор, пока вы владеете недвижимостью. Либо ваши деньги лежат на счету в банке, либо вы до сих пор владеете облигациями. В Таиланде существует так называемая элит-виза, которая выдается тайской компанией Thailand Privilege Card. Эту организацию курирует Министерство спорта и туризма Таиланда. И данная виза дает ряд определенных привилегий для ее обладателей. Это единственная виза, которая выдается сроком на 5, 10 и даже на 20 лет. У ее владельца есть возможность неограниченное количество раз въезжать и выезжать на территорию Таиланда. И те привилегии, которые получает человек, обладатель такой визы, можно почувствовать сразу же, как только вы прилетели в Таиланд. Для обладателей таких виз предоставляется личный ассистент, который встречает вас прямо в аэропорту и помогает пройти паспортно-визовый контроль. Также предоставляется бесплатный трансфер на автомобилях бизнес-класса до резиденции, либо до отеля, в котором вы остановились. У владельцев элит-визы есть возможность пользоваться VIP-зоной в всех аэропортах Таиланда. И также есть определенные привилегии при открытии счета в местном банке. Из дополнительных привилегий у вас появляется возможность стать членом гольф-клуба, получить скидки на лучшие SPA в Таиланде, проходить обследования в лучших госпиталях Таиланда, таких как Bangkok Hospital, скидки на пятизвездочные отели, к примеру, на сеть Marriott и ряд других еще привилегий. Такие визы, если говорить о стартовых ценах, начинаются от 500 тысяч бат. Это были наиболее распространенные визы, но также есть ряд виз, которые встречаются довольно редко в Таиланде. Первая называется Visa Non-Immigrant R. Это религиозная либо миссионерская деятельность совместно с официальными религиозными организациями Таиланда. Вторая называется Visa RS. Это исследовательская деятельность, то есть выдается руководителям тех или иных научных исследований или преподавателям в исследовательских институтах. Третья виза называется Non-Immigrant Visa EX или экспертная виза. Она выдается для работников с высокой квалификацией, различного рода уникальным специалистам. И также существует виза, которая называется Visa M. Она выдается для иностранных журналистов. Со всеми визами, которые существуют в Таиланде, мы помогаем для наших клиентов. Опять же, сервис является абсолютно бесплатным. На сегодня у меня все. Надеюсь, сегодняшний выпуск был интересным, он понравился вам. Не забывайте следить за обновлениями на нашем YouTube-канале и на нашем сайте. Всем пока!